Добро пожаловать на территорию божественного исцеления чудес, знамений и движения Духа Святого. Сегодня мы опять с пастором Сергеем из города Саратов, Церковь Слово Жизни, и основателем движения исцеления священники Господа, говорим о божественном исцелении. Пастор Сергей, добро пожаловать! Приветствую, дорогие друзья! Спасибо, что мы вместе! Я сегодня хотел бы задеть такую тему, как в сфере божественного исцеления начинают активизироваться, включаться другие дары Духа Святого, о которых апостол Павел пишет в первое послание Коринфянам, 12 главе. И там перечисляются 9 даров Духа Святого. Потому что когда я начал двигаться в исцелении, брать ответственность, занял активную позицию, я начал переживать, как Дух Святой начал мне давать знания о том, что у человека есть какая-то болезнь. Я помню, как наше служение в церкви закончилось, я просто как-то общался с людьми, и вдруг мимо меня проходит девушка, вообще из другого города, из другой церкви, и вдруг я знаю, что у нее есть проблема, проблема с позвоночником. И я решил рискнуть и спросить, и оказалось, что на самом деле, и я высвободил тогда исцеление, и она была исцелена. И вот я хочу поговорить о том, как начать двигаться в других дарах Духа Святого, и как они взаимодействуют с исцелением, с даром Божественного исцеления. Пастор Сергей, у вас есть какой-то опыт? Наверняка он есть. Можете поделиться какими-то моментами, как вы действуете в слове знания, допустим? Как различать голос Духа Святого в слове знания? Мы двигаемся, мы двигаемся в исцелении через вот дар знаний. Я заметил то, что каждый дар, когда мы говорим о дарах Духа Святого, они взаимодействуют друг с другом, когда мы говорим, допустим, о даре знания, и это близко с даром мудрости, с пророческим даром, когда мы говорим о дарах силы, дар веры, и это все взаимосвязано, и трудно достаточно вот так различить, что все взаимодействует. И дар знания, да, это очень показательно, то есть очень такое впечатление создается тогда, когда мы запускаем этот дар. И часто люди говорят, вот, когда человек родился свыше, это, знаешь, вот как закономерность, что когда человек приходит к Богу, он обычно сталкивается с тем, что он узнает что-то о своем призвании, о, если он крещен Духом Святым, он вот какое-то предрасположение такое чувствует, видит, как Бог хочет проявиться, проявляется вот в каких-то направлениях. Допустим, когда я родился свыше, я сразу узнал, что вот Бог побуждает меня двигаться в дарах исцелений, и я почувствовал, я увидел. И вместе с этим вот какие тенденции мы можем видеть еще, вот я так замечал, вот, в служении, в общении с разными людьми, что люди говорят, ну, вот, когда я родился свыше, так ярко это все проявлялось, вот, там, пророческий дух, там, еще что-то. А потом он говорит, и куда-то, вот, знаешь, это вот как-то закончилось, и вот, ну, вот сейчас не проявляется вот это в моей жизни. Я действительно, на самом деле, и на своем служении, то есть, вот, я также замечал такие закономерности, что когда мы рождаемся свыше, это похоже вот на тот этап, когда, знаешь, евреи вышли из Египта, и они ходили по этой пустыне, и Бог настолько явно вел там, и Он их и отбул, и одел, ни одного больного человека не было, и они были, вот, какие-то драгоценности, ценности материальные, они вынесли из Египта. Манна, манна с неба, там, перепела. Клода из скалы. Да, и все такое, вот, такие чудеса вообще. И пока они были в пустыне, вот, пока Бог вот их, как, вот, младенцев, Он взял на свои руки, и Он вел их таким образом, что, вот, днем Он их охранял от жары, как столб, вот, такой облачный, когда солнце палило, и Он покрывал их, ночью Он согревал, как столб огненный. И им нужно было, вот, однажды, когда уже второе поколение, первое поколение, вот, к сожалению, Моисей не смог, да, они остались там, но когда Иисус Навин, они подошли к Иордану и перешли за Иордан, все это закончилось. Манна закончилась. Все закончилось. Вот эти явные вещи, где нужно было учиться верить. И также, вот, я вижу, что каждый из нас, он переживает вот эти этапы, когда человек, он сталкиваясь вначале, вот, с таким явным проявлением, славы Божьей, он сталкивается вот с такими моментами, когда хоп, и нет, и он говорит, ну, ты знаешь, вот, раньше был, а сейчас нет. И я говорю, и что ты с этим делаешь? Ну, я не знаю, но он как бы не двигается в этом. Но нам нужно через веру запускать эти вещи. Если, допустим, мы говорим о даре знания, нужно просто принимать решение и начинать говорить. Начинать, вот, мысли же они идут. Первая, вторая мысли, и ты можешь доверяться Духу Святому, что это от Него, и ты рискуешь. Рискуешь через веру. То есть, если когда мы говорили о методах, методы запускают, активируют нашу веру, как опыт, мы это много раз делали, и мы уже уверены в этих вещах, да? Когда мы говорим о дарах, мы, наоборот, запускаем верой, своей верой, вот, ну, дар, в котором мы хотим двигаться. И когда ты хочешь пророчествовать, вначале мы начинаем, ну, с каких-то маленьких вещей, мы начинаем, вот, и потом это все острее, глубже, где ты увеличиваешь вот этот объем информации. Вначале ты говоришь, Бог любит тебя. И когда на этом пророческий дух, это очень сильно касается человека. Но ты можешь идти дальше и говорить какие-то точные вещи, связанные с его жизнью сейчас, или с тем, что происходило несколько дней назад. Или, допустим, я встречаю человека, и я вижу у него сейчас поврежденное плечо. То есть беспокоит его плечо, и Бог мне начинает открывать то, что несколько лет назад была автокатастрофа, он попал в аварию. И ты можешь это сказать, пойти дальше, поверье. Или остановиться и сказать, вот, ну, вот я вижу, вот у тебя плечо, вот давай помолимся. Но ты можешь идти дальше, и ты рискуешь. На самом деле ты не знаешь на 100%, попадаешь ты или нет. И рискуя, ты запускаешь. Вот тебе нужно верить, и ты запускаешь вот эти духовные вещи. И с каждым разом ты просто вот, ну, идешь еще острее, еще острее, где ты увеличиваешь вот этот объем информации, точности. Но ты рискуешь. И тебе нужно верить. И тебе нужно, это значит, тебе нужно рисковать. Вот здесь вот я вспоминаю тоже такую мысль, которую я тоже у вас, наверное, скорее всего, принял. Это то, что вера – это как мышца, которую мы можем развивать. Да, да. Что если нагрузка увеличивается, то мышцы растут. Да. И вот слово знание – это вот подобный, ну, на самом деле, любые дары, дар веры тоже. Когда увеличивается нагрузка, ну, ты сам можешь осознанно идти на это. Дух Святой увеличь. А что там дальше? Дай мне больше деталей, Дух Святой. И мы можем вот рисковать. Да, и на самом деле вот, ну, много людей останавливается, пережив, пережив какие-то вот сверхъестественные вещи, он подходит к этому Иордану, и ему нужно перейти, ему нужно начать верить. И вот здесь люди сталкиваются, ну, как будто, ну, может быть, не видя вот этих тенденций, и думаю, ну, а было ли это вообще? Ну, как-то, знаешь, и было ли это на самом деле? Получается, вот Гильермо Мальдонадо, один такой апостол веры, тоже исцеления, он интересна мысль в своей книге говорит о том, что вот есть такие моменты, когда Бог проявляет инициативу. То, что вот мы видим в жизни израильского народа, когда они вышли и идут в пустыню, то есть Бог проявляет инициативу и сверхъестественно вмешивается в обстоятельства, посылает таману и так далее. Им не нужно было в этом, они участия в этом не принимали. Им не нужно верить. Да. Было. Да, но, и говорит Гильермо, что, а есть другой уровень, когда мы проявляем инициативу за какие-то вещи, и тогда высвобождаются чудеса тоже, что это разный, вот, как бы уровень. И как будто бы в начале Господь показывает, что вот, вот так можно жить, в таком измерении можно жить в моем царстве. Это доступно, ты можешь войти в это. Да. Но тогда это вопрос мышления, внутреннего мира, вот, как бы, вот образа жизни, чтобы мышление обновилось во Христе, в соответствии с царством, из нашего земного в небесное. И здесь, вот, когда мы говорим о слове знания, вот, вы сказали о том, что нужно рисковать. И я даже так вот думаю, что люди веры, люди, вот, божественное исцеление должны, как сказать, идут к такому моменту, где они начинают любить вот этот риск. Потому что иногда мы же можем столкнуться с тем, что мы промахнемся, что что-то не получится, и можем там испугаться, там, разочароваться как-то. И нас это может вернуть вот в позицию такую пассивную. А я пробовал, не получилось. Что-то я там заметил, не получилось. Да, часто мы сталкиваемся с таким явлением, когда ты хочешь пойти, допустим, вот я иду по улице, и я вижу какого-то человека, который нуждается. И первая мысль всегда, она, вот, я верю, она Духа. Ты есть Дух, Дух Святой в тебе, Дух Христа в тебе. И первая мысль – помочь. Первая мысль – прикоснуться. Вот, ну, ты не можешь перешагнуть. Сердце показывает. И, знаешь, ты делаешь шаг-два, и возникает вот эта мысль. А, слушай, ну, тебе некогда. А примет ли тебя вот сейчас этот человек? Воспримет ли? Он просто тебя может сейчас послать, или как-то, ну, унизить. И вот эти мысли. И, ты знаешь, часто люди останавливаются. Но я думаю, что каждый человек, он должен знать, если ты рожден свыше, это не твои мысли. Это демонические мысли. Это дьявол, который хочет уловить тебя через это. Он дает тебе вот… Он дает тебе эти сигналы. Но ты должен знать, это не твои мысли. Человек начинает переживать. О, это, ну, знаешь, что-то со мной не так. Я, вот, знаешь, вот, недостоин, там, сейчас, вот. Знаешь, такая самооценка, такая, сразу падает вообще. Вот от этих мыслей. Но это не твои мысли. Твои мысли – это исцелять людей, нести, проповедовать Евангелие, нести вот это послание. Ты есть это письмо, Писание говорит. Вот. И, ты знаешь, вот эта злая шутка, она была, когда вот мы на бытие смотрели, вот на первую книгу, да, когда Ева столкнулась вот с тем, что дьявол, он начал давать эти мысли. А правда ли сказал Бог, а вот получится у тебя, а вот, а на самом деле, вот, что оно вот так, понимаешь? Вот. Но это не были ее мысли. Это демонические мысли. И тогда мы должны просто, ну, научиться, ну, просто перешагивать это, идти дальше. И идти, это и есть вера. Это тогда, когда ты сделал шаг вперед, даже испытывая страх. Получив страх, вот какое-то смятение, нет проблем. Это не относится ко мне. Это не относится ко мне. Я есть, я есть Сын Божий. Я есть ученик Иисуса Христа. Я помазанник Божий. И ты, ты начинаешь идти вперед. И все, тогда у него нет шансов. То есть, двигаться в божественной вере, это значит, вот, быть готовым на риск. Быть готовым даже потерпеть поражение. Вот, быть готовым, как бы, вот, не заботиться о своей репутации, что что-то получится не так, что как-то ты выглядеть будешь не так, как-то на тебя посмотрят люди. Тебе нужно вот стать этим письмом, принести послание, принести письмо. И преодолеть при этом вот свои человеческие какие-то умозаключения, рассуждения, что я могу выглядеть глупо, я могу ошибиться, человек может подумать обо мне не так. Вот, и получается, нужно это все преодолевать. И когда мы будем преодолевать, тогда мы будем приносить, высвобождать чудеса. Да, на самом деле, когда ты запущен, когда ты уже, вот, молился не раз и не два, а вот когда, вот, ты в этом тонусе, в этом динамике, ты достаточно, вот, ну, нечасто сталкиваешься уже вот с этим сомнением. Да. Ты сталкиваешься уже, вот, ты ищешь этих чудес, ты, ты вот на этой волне, ты хочешь, ну, ты смотивирован. Пастор Сюгей, я думаю, что здесь очень важен тоже момент, это ожидание. Потому что, вот, если мы посмотрим на евангельскую историю женщины, которая страдала кровотечением, мы видим, что ей в голову пришла, пришла мысль, я верю, что Духа Святого, если я прикоснусь к Иисусу, то выздоровею. То есть, вот это вот, если она, у нее было такое высокое ожидание, она высоко ожидала, я верю, что нам нужно прийти вот в это ожидание. Мне кажется, что церковь позабывала об ожидании, о состоянии ожидания, когда ты ожидаешь, что сейчас будет Бог действовать, когда ты молишься за человека, ты ожидаешь с высоким уровнем, что сейчас Дух Святой будет действовать через тебя. Когда за тебя молятся, ты ожидаешь, что сейчас Дух Святой будет действовать в твою жизнь. Когда ты приходишь на богослужение, то ты ожидаешь, что сейчас в этой атмосфере что-то будет происходить. Нам нужно научиться ожидать. Да, это не дело привычки, это сто процентов. Это каждый раз, вот, да, я согласен. Вот эта неудовлетворенность, вот этот поиск, да. И вот эта женщина, которая страдала кровотечением, она говорит, она так сильно ожидала, что она готова была рисковать. Она готова была прийти в окружение мужчин, в окружение, где ей нельзя было быть, потому что она была нечистой. Прикослушать какие-то общечеловеческие законы. Да, рискнуть своей репутацией, рискнуть, может быть, своей жизнью. Могли побить там камнями, потому что, прикасаясь к Иисусу, она делала его нечистым. Но она готова была рисковать, и это высвободило силу Божью, в ее тело ее болезнь ушла. Ожидание и вот готовность рисковать, действие в соответствии с этим ожиданием, приводит нас в измерение чудес, исцеление, освобождение. Друзья мои, спасибо большое, пастор Сергей. Спасибо, что вы смотрите нас, и пусть Бог сейчас говорит в ваше сердце, мы верим, и высвобождаем вашу жизнь. Вот эти вещи, о которых мы с пастором Сергеем говорим, пусть это станет вашим ДНК, частью вашего мышления, образа жизни. И пусть вот это ожидание, готовность рисковать, действовать в дарах Духа Святого, в даре Слова Знания, быть письмом Христовым для вашего окружения, будет вашей реальностью каждого дня. Во имя Иисуса. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ольга, и я хочу поделиться своим свидетельством, тем чудом, которое Господь совершил для меня в моей жизни. Несколько лет назад, ну где-то года 4 назад, у меня было заболевание, то есть у меня была аритмия и тахикардия. Это когда сердце бьется, бьется, как обычно, в обычном ритме, и потом оно на несколько секунд останавливается, и бьется дальше, немного быстрее, чем обычно. И это лишает человека сил и всякой энергии дня на 3 где-то. И от этого я страдала. При том, что я работала фитнес-тренером, и такой приступ мог случиться у меня во время ведения тренировки. Я начинала задыхаться, и приступ паники, естественно, приходил. И вот так я жила где-то года 2. Потом я пришла в церковь, но пошел какой-то период, и тут проходила ассамблея исцеления, на которой Сергей Юрьевич Маринович, он молился за разные болезни, перечислял их, и я все время думала, что как бы мне получить такое чудо от Господа, чтобы вот это вот мгновенное исцеление, я все время думала, как это вообще может быть. Он называл разные болезни, и тут он называет, что есть люди, у которых есть заболевание сердца, и он рассказал, что сердце вот именно бьется, именно вот так вот бьется, бьется, потом останавливается и бьется дальше. Здесь женщина пришла сюда, чувствовала сбой, сердце работает вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Во имя Иисуса прямо сейчас, больше в твоей жизни никогда этого не повторится. Во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Господь! И я поняла, что это мой шанс, что сейчас что-то должно произойти. Я вот в этом ожидании, люди, которые стояли со мной рядом, возложили на меня руки, помолились, и я поняла, что вот что-то произошло, и что-то закончилось в моей жизни, это закончилась вот эта вот болезнь. И потом, по истечении какого-то срока, я поняла, что ее нет больше в моей жизни, что у меня не случаются эти приступы, что я могу так же работать, заниматься физкультурой, тренировать людей, то есть какие-то физические нагрузки, выносить спокойно совершенно. И я хочу, чтобы это свидетельство было для кого-то ободрением, может быть, пробудило в ком-то надежду, что Бог может все на самом деле, Он целитель, и для Него нет совершенно преград. И вот я уже два года как исцелена и свидетельствую об этой радости в моей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова